27 апреля в Москве пройдет самый грандиозный турнир по бодибилдингу. В категории классик физик столкнутся популярные блогеры ютюба. Там буду и я. По моему промокоду MORIS ты получишь 20% скидку на билет. Ссылка в описании. Приходи. Это будет незабываемо. Всем привет, друзья. Это новый влог, это новая подготовка к соревнованиям. Пойдемте взвесимся. Сегодня я покажу вам свой день питания. Моя цель вообще немножко поднабрать массу, чтобы мышцы были немножко, ну, визуально побольше. Естественно, за месяц я много не наберу. Там максимум полкилограмма. Это если столько наберу, то вообще бомба будет. Но так как я жир не набираю, у меня набирается в основном хорошая мышечная масса, то я буду много кушать и потом к соревнованиям просто солью воду и буду сухим. Чтобы набирать, мне нужно умножить свой вес примерно на 50 калорий. Это максимум, чтобы набирать. 3385 калорий надо. Теперь белки свой вес умножаем на 2,5, получаем 169 граммов. И теперь углеводы умножаем на 6,5 примерно, получаем 440. Если вы хотите точно съедать вот такое количество калорий, белков, углеводов, которые вы записали, вам нужно взвешивать еду обязательно. То есть берете в сухом виде, в неготовом виде, там, гречку, курицу и так далее, и взвешиваете это, и потом варите, потом кушаете. И перед этим, конечно, вам нужно составить план питания, чтобы вы не запутались, сколько вам нужно чего в первый прием пищи составить, скушать, точнее, во второй прием и так далее. Если вам это нужно, то обязательно переходите на сайт archimorris.com, покупайте программу, и тогда вы сможете все точно отслеживать и кушать так, как нужно. Удобнее, конечно, взять сразу же, наварить целую бадью риса там и съесть вот это все за день, да, тогда вы точно будете знать, сколько тут калорий, белков, углеводов и так далее. Так мы и делаем. Так как я раньше постоянно взвешивал еду, то я знаю, сколько в сухом виде там углеводов, белков и калорий, примерно знаю количество, то есть в граммах, да, сколько, и уже в готовом виде я знаю. Поэтому, в принципе, я сейчас могу не взвешивать, я могу уже в готовом виде накладывать столько еды, сколько нужно, в принципе, для того, чтобы набрать определенное количество белков, углеводов, калорий и так далее. Вот, получается у меня 480 калорий примерно, потому что я где-то 150 граммов риса положил, и примерно где-то около 100 граммов курицы, это 143 калории. Вот, и сейчас по белкам еще посчитаю. Ну и вот, первый прием у меня получился 623 калории, 111 углеводов граммов и 34 грамма белка. Опять же, БЖУ и калории всех продуктов, которые вам необходимы для набора и для сушки, будут расписаны в программе питания при покупке. Также я пью обычно омегу и витаминки дневные, типа комплексные. И креатин пью, но его выпьем после тренировки сегодняшней. Ребят, так как мои вот эти подсчеты, они не совсем верные, да, то есть не точь-в-точь, поэтому я всегда стараюсь кушать больше, то есть если у меня получается уже 3385 калорий, то я пытаюсь есть там 3450, что-нибудь такое. Ну, чтобы было как бы стопроцентная уверенность, что я набираю массу. Друзья, другой способ, как узнать калории, это вот так. Калорийность яблока. 52 калории в 100 граммах. И теперь взвешиваем. Оп, у нас 216 граммов, это значит где-то 105 калорий. Так, ну и второй прием пищи у нас получился 439 калорий, 6 граммов белка, 90 граммов углеводов. Конечно же, если вам западно вот так считать, как я, считая мне просто так удобнее, привычней, вы можете вбивать там в программу специально в телефоне, и она будет показывать, сколько там калорий, углеводов, белков, это быстрее, конечно. И, естественно, я отдельно это все есть не буду, я сделаю коктейль. Ну что, друзья, сейчас идем на тренировку, сегодня будем качать ноги, грудь и плечи опять. Плечи я буду 3 раза в неделю качать, может вырастут, хрен их знает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом приеме пищи меньше получилось калорий, потому что я что-то воды напился, 455 калорий, 80 углеводов и 21 грамм белка. Да, нужно сказать, ребят, обязательно пейте воду, много воды, 2,5-3 литра воды в день обязательно. Я пью часто и именно из-за воды вот мне очень много не хочется есть, но я стараюсь все равно. Короче, всегда беру много фруктов, потому что фрукты налаживают микрофлору кишечника, очень важно их кушать и овощи тоже. Друзья, если вы считаете, что это видео полезно, если вообще вам нравится мой контент, то обязательно подпишитесь на мой инстаграм, потому что там происходит очень много всего интересного, интересные истории, крутые посты. Отвечаю, не пожалеете, подписочку, ссылочка в описании. Короче, вообще я забыл, что снимаю, начал жрать печеньки вот такие овсяные, с глазурью. Сожрал уже 3 штуки, сейчас еще сожру, не знаю, сколько получится. Вот, хорошо с них массу набирать, там много калорий, углеводов. И посчитаю, короче, посмотрю в интернете, в интернете сколько там калорий. В интернете все можно найти, 430 калорий, 6 граммов белков, жиров, 17 углеводов, но на жиры я не обращаю внимания, потому что я жир не набираю, вообще мне пофиг на них. Углеводы 64 грамма, огонь вообще. В 4 таких печеньках, на 4,5 печеньки, это получается 100 грамм. Я сейчас взвесил, вот, я уже 100 грамм сожрал. В итоге меня хватило только на 6 печенек, они огромные, блин. Четвертый прием пищи, 530 калорий, 9 граммов белка, 97 граммов углеводов. Ребят, в сумме за 4 приема пищи получается 2047 калорий, 290 углеводов, 158 граммов белка. Короче, пока я смотрю, как Мамикс тут хернёй страдает, я уже сожрал ещё 2 печеньки, и это получается где-то 200 калорий сверху. Надо же такой фигнёй страдать, а. Страдают фигнёй, собирают по 4 миллиона просмотров. Чё я не так делаю? Так, друзья, чё-то мне красной рыбы захотелось съесть, хоть там и норма по белкам уже превосходит себя, но пофиг, чё-то, блин, прям хочется. Красная рыба, калорийность. Очевидно, что только ребёнок может наесться 100 граммами рыбы, поэтому мы 100 граммов ещё риса берём. Я попробую, кстати, с карамелевым сиропом сделать, блин, я обожаю карамель, но никогда не пробовал, чтобы, ну, как бы, кушать это с рисом. Давайте попробуем, и прямо вот скажу вам свои ощущения. Ах, хорошо! Надеюсь, это вкусно. Давайте попробуем. Неплохо. Это, конечно, нифига не сочетается, типа быстрые углеводы с медленными. Ну, пофиг, зато вкусно, как подливка, типа. Пятый приём пищи получается 518 калорий, 29 граммов белка и 76 граммов углеводов. В общей сумме в итоге у нас получается за 5 приёмов пищи 2765 калорий, 401 грамм углеводов и 192 грамма белков. То есть, получается, можно ещё 2 приёма пищи сделать, но я думаю, ещё одного приёма пищи хватит. Что у нас получается? Что я превзошёл норму, короче, по белку на где-то 22. Но это фигня, в принципе. Если у вас так произошло, не переживайте, потому что белок не усваивается. Есть такой термин, как термический коэффициент у белка. То есть, 30% белка не усваивается. Так, друзья, шестой приём пищи это 656 калорий. Получается 150 граммов макарошек и яблока, 130 углеводов и 20 граммов белка. Сейчас почитаем всё вместе, сколько получается. В итоге за 6 приёмов пищи у нас получилось 3421 калория, 531 углевод и 212 граммов белка. А нужно было вот 3385, 169 и 440. Я, короче, всё это превзошёл. Ну, пофиг, я даже ещё через часик съем яблоко, либо ещё что-то на ночь. Ну, вот, собственно, время ещё только 9 часов. У меня есть ещё возможность что-то съесть. Так что это не предел, ребята. Кушайте много и будет вам масса. Причём там не все цифры написаны, потому что я вне камеры ещё кушал какие-то там фруктики, да, и это тоже не записывал, поэтому там ещё больше получается калорий, чем есть. А теперь подумайте, кто говорит, типа, набирай массу. Я примерно постоянно каждый день вот так ем, и у меня масса не растёт. Куда мне ещё больше жрать, блин, а? Ну, а так, друзья, спасибо огромное за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой инстаграм по ссылке в описании. Обязательно переходите. Также заходите на сайт archomorris.com. Там лучшие программы и питание, тренировок. Сто пудово накачаете базуки, вообще вы накачаетесь, будете как батьки. Спасибо ещё раз за внимание. Увидимся в следующем выпуске. Пока.